Масленица Помимо вкусных угощений, масленица также радует гостей интересными конкурсами, а я участвую в одном из них. Масленица Испокон веков самыми популярными развлечениями, которые раньше устраивали в селах во время Масленицы, были кулачные бои, катание на санях, лазанги на столб за призом, поедание на время блинов и, конечно, хороводы. Именно они у многих ассоциировались с Масленицей. И в этом году десятки людей замкнули в круг главный символ праздника – чучело, которого в конце ждет не самая приятная участь. А какая же Масленица без хоровода? Поехали! Напомним, что вот уже на протяжении более 30 лет усилиями сотрудников обсерватории имени Энгельгарда, а в этом году и правкома Казанского федерального университета, праздник получается громким, веселым и масштабным с традиционным сжиганием чучела. Гости получили массу удовольствия, поучаствовали в конкурсах и танцах. Мы находимся с вами в астрономической обсерватории имени Василия Павловича Энгельгарда, где уже 30 лет празднуют Масленицу. Я хочу сказать, что вначале, конечно, это был более такой сплоченный коллектив наш, обсерваторский, гости, но все расширялось, расширялось. И сегодня уже правком Казанского федерального университета все организовал на самом высоком уровне, как мы с вами видим. Хочу сказать, что, конечно, помогали и наши сотрудники, сотрудники института физики. Но самое главное, то, что в нашей обсерватории, которая вошла, как все знают, в охраняемый список ЮНЕСКО, много чего интересного. Люди ходили сегодня и в музей, и в планетарии уже многие побывали. Поэтому здесь очень много таких точек, где человек может посмотреть на интересные фильмы и вообще узнать историю, научные достижения. В общем, много, много чего здесь можно у нас увидеть. Первая часть праздника подошла к своему логическому завершению. А со второй вас познакомит моя коллега Резида Каримова. За моей спиной вы можете видеть еще живое чучело, но совсем скоро оно загорится ярким пламенем. На празднике весны никто не остался голодным. Все гостей угощали вкусными блинами и чаем. Пожалуй, уже все привыкли готовить это блюдо во время масленичной недели. Однако немногие знают, почему именно оно стало традиционным. Люди задабривали медвежьего бога кома. По традиции первые испеченные блины на масленицу относили в лес, где раскладывали на пнях, как угощение для пробудившихся от зимней спячки медведей. Именно с этой традицией связывают пословицу «первый блин комом». Также каждый гость праздника может отметить масленицу вкусными блинчиками и согреться горячим чаем. Давайте попробуем. Задавали задорную и веселую атмосферу мотивы русских частушек. Традиционно они исполняются быстро, с приплясом, соло и под гармонь. На праздновании у гостей была возможность принять участие в творческом конкурсе. Частушки стали одной из самых популярных забав на праздники. Вовлечены были все, подпевали и водили хоровод. Традиционно масленица сопровождается веселыми гуляньями, песнями и частушками. А спойте нам одну, пожалуйста. Ах, подборно ты, подборно! Широкая улица, по тебе никто не курицет. Ни петух, ни курица. Если курица пройдет, так петух с ума сойдет. По традиции в конце масленичной недели зиму провожают сжигая чучело. Этот праздник не стал исключением. И после всех веселых конкурсов, шумных хороводов и песнопений люди собрались вокруг соломенной куклы, чтобы посмотреть, как та вспыхнет пламенем. В старину божество, которого изображало чучело, называли Мариной. Ее сожжение должно обеспечить хороший урожай. А вот настал момент, ради которого мы все здесь собрались. Посмотрим же, как она горит. Президент Каримова, Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Универ Новости.